У каждой из нас бывают дни, когда нам хочется выглядеть на все сто. Я, кстати, иногда даже совсем без повода советую устраивать вам glow up. Проснуться, сходить в душ, выделить время на уход за кожей, сделать макияж, укладку. Потому что это в целом очень глазно поднимает твое самоощущение, самооценку, женскую энергию и позволяет чувствовать себя уверенней. Сегодня я с вами поделюсь способами, которые помогают мне выглядеть свежее, когда мне это нужно. Своим уходом за кожей, макияжем, укладкой. Вчера я, кстати, сделала новый маникюр, я просто абсцесс. Наверное, ногти это единственный пункт, над которым мне не придется сегодня поработать. Прежде всего я хочу согнять отеки с леса. Для этого мне нужно заколоть свои волосы, которым на самом деле сегодня подлежит глобальный рефреш. В целом я мыла волосы вчера, но они выглядят очень несвежо. У меня есть огромная беда с этими крабами. Они не держат полностью мой объем волос. Поэтому в дело вступают вот такие заколки. Я их заказывала, по-моему, где-то на Wildberries. Но мне на самом деле просто нужно, чтобы волосы были назад. Не так давно я увидела у Candle Jenner Stories так называемую ледяную сферу. Это обычная силиконовая форма, в которую вливается вода и отправляется на заморозку. И, соответственно, когда ты ее открываешь, у тебя получается вот такой шар. Я думаю, многие слышали про то, что лед очень круто борется с отеками на лице. Поэтому сейчас я быстренько пройдусь им по всему лицу. И за счет этого появляется классный натуральный румянец. Вы видите, какая я стала красная? Ну, кстати, реально чувствуешь себя прям намного свежее. Всегда в какие-то важные дни перед душем я стараюсь делать маску для лица. Я перестала любить тканевые маски, потому что после них лицо очень липкое. Я уже делилась с вами своим фаворитом. Это маска Superfood от Elemis. Она очень круто смягчает, придает коже какого-то сияния изнутри. Я наношу ее прямо вот так, пальцем. Когда-то где-то у меня была кисточка, которой я могла наносить жидкие маски. Кстати, я знаю, что очень многих из вас интересует вообще в целом мой уход за кожей, какие-то мои фавориты. Так вот, обязательно переходите на мой инстаграм. Там можно найти какие-то мои фавориты по уходу за собой. Просто какие-то жизненные ролики. Короче, если вдруг кому-то интересно, то обязательно переходите. Через 15 минут я смою ее сразу уже в душе. Поэтому да. Ну что, я вышла из душа. Немножко просушила волосы полотенцем. Я никогда не сушу волосы феном сразу после душа, потому что длина и объем достаточно большие. И прежде чем я их высушу, пройдет в вечность. Поэтому сейчас я наношу термозащиту от Davines. Она просто потрясающе пахнет и позволяет волосам лучше расчесываться. Распшикиваю прямо на всю длину. Расчесываю влажные волосы и даю им высохнуть естественным путем, пока мы будем делать макияж. Чтобы волосы не мешались, надеваю ободок. Покупала его еще лет тысячу назад. Перед макияжем нужно подготовить кожу, чтобы он ложился просто идеально. Прежде всего я использую тоник. Мой фаворит сейчас... Это вот этот глоу-тоник от Pixie. По идее он круто борется с закрытыми комедонами, но в целом я от них не страдаю. Поэтому ничего не могу сказать насчет этого. Но тут не поспоришь, что он действительно очень круто придает сияние лицу. Причем очень естественного кажется, что кожа светится как-то изнутри. Поэтому я протираю полностью все лицо. Дальше наношу свой любимый крем от Биодерма. Он очень круто борется с покраснениями и классно выравнивает тон лица. Вот такими массирующими движениями распределяю его по лицу. На самом деле мне очень нравится тон моей кожи сейчас, потому что она очень бледная. Я не знаю, что с этим делать. Я пробовала наносить автозагар, но это был просто кошмар. Все мое лицо было в каких-то рыжих пятнах, а на следующий день появилась жуткая аллергия. Поэтому я стараюсь больше использовать румян, бронзера. Все, что делает лицо более темным и свежим. Хотя летом я хожу вообще без тона. Недавно открыла для себя очень крутую штуку от Эрбариан. Это не тональный крем, это скорее как база. Я ее купила еще летом, но очень долгое время вообще ей не пользовалась, потому что не видела от нее никакого эффекта. Пока недавно я не попробовала ее нанести, и каждый второй у меня не спрашивал. Аня, как у тебя так сияет кожа? А для меня вообще очень важна обратная связь от окружающих. Я просто обожаю, когда мне делают комплименты насчет моих ароматов. Кстати говоря, мне пришел новый набор парфюма для одежды дома от W Dress Room. В моем наборе 10 ароматов, я очень хочу их попробовать. 03 Baby Green Tea. Очень свежий аромат зеленого чая с лимоном. 11 Day White Soap. Я чувствую нежный цветочный аромат. Мне кажется, он идеально подойдет для ванны. 13 Well Wet Butter. Ммм, запах хлопка, который сочетается с чем-то сладеньким. 34 Always Happy. Очень летний цветочный аромат. 40 Chic Amber. Здесь прям четко слышен аромат бергамота, амбры. Может быть даже зеленого яблока. 45 аромат под названием Morning Rain. Да, я была права. Это запах свежести после дождя, какого-то морского бриза. 49. Peach Blossom. Я обожаю запах персика и все, что с ним связано. Ммм, очень фруктовый запах. Тут однозначно доминирует сочный персик. 55. Грэйп Шерпет. Цитрусовый аромат апельсина с ягодными нотами. Напоминает виноградный сок. Предпоследний. April Cotton. Запах хлопка после дождя. Приобретает немного даже натуральный цветочный аромат. Он, кстати, самый популярный у бренда. И последний. 98. Secret Mask. Вау. Насыщенный сладко-фруктовый аромат. В сочетании с пряными нотками белого мускуса. Я так довольна. Далее перехожу к тональной основе. Мои фавориты это только два крема. Первый он тоже от Herborean BB Cream 5 в 1. И второй это Estee Lauder. Его я люблю даже, наверное, больше. Делаю буквально пару капелек на свое лицо. И абсолютно всегда я растушевываю тональную основу мокрым спонжем. Потому что так получается самое тонкое покрытие. Далее я использую консилер. Мой самый любимый это Double Wear от Estee Lauder. У меня всегда была очень тонкая кожа под глазами. Поэтому синяки у меня есть абсолютно всегда. Вне зависимости от того, сколько я сегодня спала. Выспалась ли я. Растушевываю я его пальцами. Я не знаю консилера лучше, чем этот. Потому что он просто идеально ложится. Перекрывает просто любые синяки. И очень-очень круто держится. Чтобы был более натуральный эффект, я немножко прохожусь спонжем. Итак, я говорила, что сейчас стараюсь сделать свое бледное лицо немножко темнее. Поэтому использую бронзер Dior Forever. У него просто потрясающий оттенок. Он не делает лицо грязным. Или, знаете, прям такого оттенка земли. Его же я наношу во внешний уголок глаза, чтобы его затемнить. Далее я беру свою любимую палетку Dior Backstage. Как палетка хайлайтеров. Она очень классная, но я не люблю придавать сияние своему лицу. Поэтому, по сути, я ее использую только для того, чтобы придать сияние в уголок глаза. Беру маленькую кисточку и вот этот оттенок. И делаю вот такие движения. Вообще, иногда я люблю нарисовать маленькие аккуратные стрелочки. Но в основном я это делаю очень редко, потому что я люблю макияж без макияжа. Поэтому, наверное, сегодня тоже обойдемся без них. Переходим к моей самой любимой части макияжа. Это румяна. Наверное, если бы меня попросили оставить всего одну вещь моей косметички, это были бы именно они. Я безумно люблю естественный румянец на лице. Я безумно люблю, когда оно с таким эффектом. Как будто после солнца. Поэтому у меня очень специфический способ их нанесения. Я беру огромную кисть. Ту же самую, которую наносила бронзер. Наношу на нее румяна. У меня, кстати, они просто потрясающие. Это Шанель в 430 оттенке. В общем, закрываю глаза. Полностью наношу на вот эту часть лица. Вы видите, какой естественный результат получается. То же самое я делаю со второй стороной лица. Также чуть-чуть прохожусь по лбу. С бровями я никогда ничего не делаю. Я их не подрисовываю. Я их просто укладываю наверх и ближе к кончику закругляю. Сейчас я перехожу к моему второму самому любимому продукту в моей косметичке. Это тушь. Я очень давно использую вот эту от Дарлинг. Ее полное название тушь 38 градусов. У меня очень чувствительная кожа вокруг глаз. И если я каждый день буду смывать тушь какими-то средствами, у меня очень быстро пойдет аллергия. А эта тушь полностью сходит с глаз в воде, температура которой выше 38 градусов. То есть, грубо говоря, по сути она водостойкая. Потому что даже если ты пойдешь в мокрую среду или попадешь под дождь, она не размажется. Это просто must have. Остались только губы. Просто прохожусь по контуру губ. И для блеска я наношу свое самое любимое масло. Lip Glow Oil от Dior. Он круто увлажняет губы и не липнет к волосам. И вот так все получается. Кто не знал, на день рождения мне подарили Dyson. И теперь я могу использовать все его прелести. Сейчас я вам покажу укладку, которую я делаю на него для себя. Прежде всего мне нужно будет досушить волосы, потому что они все еще чуть влажные. Перед этим немножко нанесу крема для волос от Rated Green. Он сделает их более сияющими. Очень важно это сделать равномерно. Я беру насадку фена. Сейчас я меняю насадку на вот эту. Эти локоны, конечно, у меня еще немножко подраспустятся. Будут выглядеть более естественно. Мне уже очень нравится, как я сегодня выгляжу. Я в целом не фанатка украшений, но я просто обожаю свои сережки. Они выглядят вот так, по сути, это просто гвоздики. Они очень круто смотрятся в ушах, поэтому я обязательно их надеваю. Это Dior. Мой любимый парфюм. Это вот этот от Byreda. Называется Bal de Afrique. Я всех очень сильно люблю. Всем желаю хорошего дня. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok